Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В провинции Ивам, Западной Армении, произошло землетрясение. Торны в память. Гора Немрут в Западной Армении принимает последних туристов сезона. История фотографа, который зафиксировал эпизоды Арцахской войны. Армянская каллиграфия в списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение силой 3,9 балла потрясло село Мураде в провинции Ивам, Западной Армении. Землетрясение зарегистрировано на глубине 9,13 км и ощущалось в ближайших провинциях. По данным, пострадавших нет. Каждый член нашей большой западноармянской семьи, находящейся вдали. Дети и внуки изгнанников видят в турецком государстве то, что болит, беспокоит или волнует. Некоторые уходят на второй план, уходят в свою скорлупу и бунтуют. И это справедливо. Другие, более умеренные, склоняются к благоразумию. И на всякий случай они тоже правы. Одни карабкаются по ветвям закона, другие висят на воздушном змеи истории. И они тоже правы. Историки правы, религиозные деятели и политики правы. И я, как заядлый и лирический мечтатель, тоже прав. Но все мы находимся на острии бритвы тысячи различных целей, пытаясь вместе или по отдельности пересечь плотную туманность 106-летней давности, которая не позволяет нам представить воображаемый маяк конца всех невзгод. Самые отчаянные, нетерпеливые, возможно, самые реалистичные и реакционные, поднимают свой голос именно перед лицом мира, отличенного своими переменчивыми путями и буквально потерявшего способность слушать. Статья полностью доступна на нашем сайте. Гора Немрут в Западной Армении, которая находится на высоте 2206 метров над уровнем моря и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, принимает последних туристов сезона. За это время Немрут посетили 165 тысяч человек. Иностранные туристы составляют 10% посетителей. В последние дни осени гора Немрут принимает последних посетителей. В зимние месяцы заканчивается туристический сезон. Однако в случае благоприятной погоды туристы продолжают посещать Немрут. Представляем статью Рагипа Зараколу, турецкого интеллектуала, активиста, правозащитника и основателя директора издательства Белг. «Впервые я встретил Демира Сёнмеза в книжном магазине ДОСТ в Анкаре, где он работал в то время. Позже наши пути всегда пересекались в городе Женева, где он поселился после Анкары. Я посещал народный дом Женевы, который он возглавлял. Вместе с Грантом Динком мы участвовали во встрече в Лиге наций». Конечно, без Демира этого бы не случилось. Некоторое время он работал в художественно-историческом музее Женевы. Однако через время его работа была остановлена. Причина заключалась в том, что он сфотографировался с представителем Палестины, посетившим Женеву, причем в официальной форме музейного сотрудника. Статья полностью доступна на нашем сайте. Познавать мудрость и наставление, знать слово гения. Это предложение из притч Соломона было первым предложением, написанным армянским алфавитом. По данным Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Армении, армянская каллиграфия и ее культурные проявления включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Армения является членом ЮНЕСКО с 1992 года. Впервые она выдвинула свою кандидатуру для вступления в исполнительный совет ЮНЕСКО на период с 2021 по 2025 года. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok